До родов Ани и Щук осталось совсем немного, что происходит с её организмом? Саша Стоун и Джиган помирились после давнего конфликта. Стрима импровизаторов и Крида не будет, как Ви из BTS сделал популярным бренд кофе, а Клава Кока поддержала свою фанатку с печальной историей. С днём рождения мы сегодня поздравляем стримершу Генсуху, ей исполнилось 25 лет. Несмотря на всё дружелюбие Наташи и обилие друзей, у неё ни разу не было опыта с получением подарков с тортиком ровно в полночь. Но за прошедший год многое изменилось, сильно перестроился круг близких людей, которые исправили эту оплошность и даже растрогали тем самым именинницу до слёз. Немного скрытно же годовщину отношений отпраздновали Юджин и Ави. История зарождения их пары немного покрыта тайной, но по срокам это произошло как раз в начале 2022-го, то есть вместе сейчас 2 года. Женя вчера опубликовал историю, как они ели в каком-то фастфуде. Сверху заметили сердечко с подписью о годовщине, по которой внимательные подписчики смогли догадаться, что у них как раз праздник. Одновременно неприятная и для многих поучительная история с позитивным концом произошла с фанаткой Клавы Коки. Пару недель назад некая 14-летняя девочка из Москвы увидела в интернете объявление о кастинге в клип певицы. На эмоциях она конечно же откликнулась, с ней связался некий мужчина, чтобы уточнить подробности анкеты. И для финального утверждения начал требовать полуобнажённые фотографии, что поклонница не подумав выполнила. Только после этого горе-продюсер пропал, а девочка увидела свои нюсы в общем доступе. Пришлось рассказать маме, которая уже написала заявление в полицию. Клава наткнулась на эту историю через СМИ, и чтобы поддержать школьницу в такой непростой период, встретилась с ней лично. Они поболтали на тему правил безопасности в интернете, а также Мис Кока пригласила её на съёмки уже настоящего будущего клипа в качестве танцовщицы. Участники BTS давно находятся в армии, но даже оттуда умудряются создавать крутые инфоповоды. Так, Ви успела отсняться в рекламе корейского бренда кофе Компос. Одно его появление на постерах, видеоролике, а также на продукции компании вывело компанию в топ запросов главного сервиса доставки. Фанаты артиста выстраиваются сейчас в очереди, лишь бы получить стакан с изображением кумира. Сама же реклама на ютубе собрала больше 14 миллионов просмотров за три недели, а на соцсети бренда за тот же период подписалось больше трёх миллионов человек. Загадочный анонс сделала участница Blackpink Лиса. В её соцсетях появились бело-чёрные постеры сначала с надписью «Скора», а после и с сегодняшней датой 8 февраля. Были подозрения на собственный бренд одежды или косметики, но всё же это стало более очевидное открытие музыкального лейбла под названием «Эллаут». Через него Лиса собирается строить сольную карьеру отдельно от группы, а также помогать развиваться другим начинающим артистам. Очередным интервьюером на ютубе стала Дина Саева. Она создала новый канал, где теперь будет в формате подкаста общаться с интересными для себя людьми, чтобы в том числе развивать навык речи, который сильно страдает из-за постоянных съёмок только липсингов. С такой же проблемой столкнулся её гостья Лиза Анохина, так как из всех соцсетей отдаёт предпочтение только ТикТоку, боясь, что на остальных площадках ничего заходить не будет. Именно поэтому она исчезла из русскоязычного медиапространства. Сейчас больше работает на западную аудиторию, а также успела поработать моделью. Работала моделью профессионально, вот недавно опять вернулась. А где ты работала моделью? В России? В России и не в России. Но это только секрет. Ой, то есть нам скоро ждать новые фотографии, новые публикации. Да, не только у меня на странице. О, классно, ждём. Самым же критикуемым моментом интервью стали высказывания Лизы про парней. Девочка в свои 16 лет уже не раз состояла в отношениях и сформировала мнение, что если молодой человек не зарабатывает в два раза больше неё, то он автоматически становится непривлекательным. Для меня важно, чтобы мужчина зарабатывал больше мне минимум в два раза. Не могу позволить себе проявлять какие-то чувства или симпатию, или влюблённость, или открываться человеку, который имеет скудный кошелёк. Потому что мне очень нужны дорогие подарки. Ты принимаешь дорогие подарки от людей, с которыми ты не встречаешься? Конечно. На некоторое время вернулся в Москву из Лос-Анджелеса Крит и коротко поделился о планах произошедших и будущих. Теперь Егор будет стримить только на Кике, так как платформа ему кажется более свободной. А также пошли новости, что их руководство теперь будет платить своим авторам за каждый проведённый час потока. Отметил, что всем понравилась его прическа, правда вместо неё изначально должна была быть чуть ли не на лосо. Отговорил певца американский звёздный барбер, предложив вариант привлекательнее. Я к нему пришёл и говорю, блин, я хочу очень коротко. Он говорит, я знаю, что тебе нужно. Я говорю, давай. I believe you. Ну и всё. И так вот получилось. Вот ещё кратко фан-аккаунты расписали, что он говорил. Можете поставить на паузу и прочесть. И самым обидным стала отмена совместного стрима с командой импровизаторов. Почему не будет? Да потому что я так понимаю, что им по контракту нельзя стримить. Не знаю, я узнаю, но пока что у меня информация такая. Но очень жалко. Типа, блин, при чём здесь вообще какая-то стримерская платформа со штатов. Речь идёт о контракте комиков с социальной сетью ВКонтакте. Они являются амбассадорами. И без согласия с руководством стримить ни с кем нельзя, да ещё и на других площадках. Они пытаются развивать свою ВК-плей. Поэтому если их коллаб когда-то в ближайшее время и будет, то только там. Саша Стоуна сейчас просто разрывает вопросами о вскрывшихся отношениях с актрисой Надей Сысоевой. Блогерш занял позицию без отрицаний, но вечных увиливаний со словами «счастье любит тишину». Но всё же на одном из интервью он дал подтверждение, собрав идеальную для себя женщину из пазлов. Это прям точно копия Нади, поэтому до момента официального признания, я думаю, осталось не так много. Успел, кстати, недавно Саша помириться с Джиганом. Может, кто помнит, ещё больше года назад во время отношений с Валей Карнавал, Денис на концерте Крида вкинул стандартную шутку. А после мы услышали ответный кружок от Стоуна, который жёстко высказался в сторону артистов. Джиге это, конечно же, не понравилось. Он подсылал к обидчику своих охранников, которые требовали от Саши извинений. Они даже хотели встретиться и разобраться лично, но до этого как-то не дошло. Состоялось же примирение в конце прошлого года на съёмках сериала от ТНТ, где принимали участие дети Майя и Давид. А вчера проходила презентация проекта для прессы, и там Джиган уже спокойно доверил ребёнка в руки Саше. Всё больше паники с возможными преждевременными родами возникает у Ани и Щук. Родственники блогершей и даже подписчики начали писать ей, что у неё как будто уже опустился живот. А такое, судя по статьям из интернета, у повторно родящих происходит за 2-3 дня до самого момента. Возможно, из-за самовнушения она тут же почувствовала давление внизу живота и сразу отписалась Диме. Поехал я, значит, полечить свою спинку и получаю сейчас такое сообщение. Надо быстрее валить домой. Ё-моё, я в центре Москвы, а до нас ехать какие-то пробки полтора часа. Скоро рожать? Что? Примчавшись домой, жена уже немного успокоилась. Состояние улучшилось, хотя опасения никуда не делись. Ани пытается сейчас лишний раз не двигаться, но при этом думает, что инфа из интернета неверная и она протянет ещё недели-две. Как мне прилететь быстро? Я ещё неделю могу проходить. И больше. Да ты не можешь столько проходить, уже вторая беременность. И чё? Это на первой, когда опускается живот, и не до двух недель. Всех по-разному. Два-три дня написано. Ещё в интернете написано, что когда пробка отходит с повторными родами, то это значит, человек родит уже через пару дней. Ну чё-то я не родила через пару дней. Хотя она начала отходить ещё дней пять назад. Минимум. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»!